МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильный бизнес, сильная Россия. Сегодня обсуждали способы экономического роста и стабильности в условиях санкций. День матери. В семейном центре «Солнышко» прошел детский праздник. Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера депутаты Рязанской областной думы на очередном заседании рассмотрели в первом чтении проект регионального бюджета на три будущих года – 15, 16 и 17. Бюджет, как заметили министры экономического блока из правительства Рязанской области, которые, кстати, и составляли этот прогноз, будет, конечно, трудным. Но на первом месте остается социальная направленность. В начале заседания депутаты Рязанской областной думы согласовали кандидатуру заместителя председателя правительства, внесенную губернатором Олегом Ковалевым. Новым зампредом стала Елена Буняшина. Ранее она занимала должность министра образования, а теперь будет курировать в региональном правительстве всю социальную сферу. Вы ее все хорошо знаете. Это опытный посвятительный управленец. Она прошла все ступеньки, будем говорить так, иерархической лестницы управления в сфере социальным блоком. Она возглавляла комитет по делам молодежи, она возглавляла министерство образования. До этого она работала тоже в системе образования. Она хорошо себя закомендовала на все покорные должности. Одним из наиболее важных вопросов в повестке стало обсуждение в первом чтении проекта трехлетнего регионального бюджета. В основу закона проекта был положен базовый вариант социально-экономического развития области. Бюджет остается социально ориентированным. 70% средств направляется на исполнение социальных гарантий. Также в проекте отражена тенденция по сокращению госдолга. Стоит вопрос о сокращении государственного долга. Этого тоже мысли услышали. Действительно мы ее заложили. Заложили достаточно реально. И в связи с этим у нас дефицит, если он по 2014 году был 15% по максимуму бюджета, то на 2015 год он у нас составляет 2%. Это 647 миллионов. Это тяжело, напряженно, но я думаю тоже в принципе реально. Депутаты рассмотрели еще один бюджетный вопрос. Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Общая сумма поступлений из федерального центра предполагается на уровне почти 9,5 миллиардов рублей. Пойдут эти средства на финансирование территориальной программы ОМС, в которую включены практически все виды оказания медпомощи, включая и высокотехнологичную. Отрадно, что федеральный фонд запланировал на 2015 год компенсационные выплаты тем, кто идет работать специалистам, а врачам, которые идут работать в сельскую местность. При этом увеличен возраст. Если было до 35 лет, то теперь до 45 лет. И такая же миллион компенсационная выплата остается на 2015 год, что нас очень радует как руководителей лечебных учреждений, потому что это позволяет решать кадровую проблему. Еще депутаты облдумы утвердили региональный коэффициент при расчете платы за патент для трудовых мигрантов. Закон принят в двух чтениях. Теперь стоимость патента на работу на территории Рязанской области составит 2800 рублей. Мы считаем, что это, во-первых, даст значительную прибавку в областной бюджет, несколько сотен миллионов рублей раз. И второе, это, на наш взгляд, будет более справедливо относительно работающих россиян, рязанцев, которые со своей заработной платой делают отчисления подоходного налога и как средний взято, средний расчет заработной платы позволяет как раз выйти нам на этот показатель 2800 рублей, который мы будем уже получать от представляемых патентов иностранным гражданам. Всего депутаты рассмотрели почти два десятка вопросов. Теперь им предстоит работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению. Публичные слушания назначены на 3 декабря. А помочь в улучшении экономических показателей всего региона должны и рязанские предприниматели. Впервые в регионе прошел бизнес-конкурс «Сильный бизнес. Сильная Россия». Выпускать конкурентноспособную продукцию, осваивать инновационные технологии, создавать новые рабочие места – задачи непростые. Но они по силам многим рязанским предпринимателям. Таких в городе около сотни, и половина из них с удовольствием приняли участие в конкурсе. При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и лично Аркадия Васильевича Фомина мы этот конкурс задумали и назвали его «Сильный бизнес. Сильная Россия». И пригласили в нем поучаствовать предприятия, которые у нас на самом деле по темпам роста идут как бы с опережением. На победителей и участников возлагаются особые надежды. Тем более, что производственное достижение неотделимо от принципа и социальной ответственности. Не случайно введена номинация «Темпы роста заработной платы». Должники по налоговым платежам сразу сошли с дистанции. Строгая жюри долго изучала способы реализации продукции, инвестиций и работу с кадрами. Представители малого и среднего бизнеса чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы бороться за лидерство в своих отраслях. 360-й авиационно-ремонтный завод давно доказал свое лидерство. Он считается лучшим в стране. И все это благодаря постоянному стремлению к развитию, говорит его руководство. Сильный руководитель Сергей Иванович Сокол. Значит, это команда, которая работает под его руководством. И это коллектив, который настроен на конечный результат. По словам председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина, сейчас экономику ждут определенные сложности в связи с нехваткой кредитных ресурсов. С одной стороны, это не добавляет оптимизма, с другой – дает определенные возможности для тех, кто постоянно находится в поиске новых решений. Сфера услуг тоже будет расти. Особенно это касается внутреннего туризма. Так что поддержать отечественного производителя, несомненно, будет кому. Особенно это актуально сейчас в связи с давлением на Россию западных стран, повышением курса валют с задачами импортозамещения. И свою позицию мы выражаем кратко. Наш ответ на санкции – покупай Рязанское. Доля конечного серийного продукта пока невелика, но для того и существует конкуренция, чтобы год от года повышать показатели. А данный бизнес-конкурс, уверены организаторы, станет ежегодным. А депутаты Рязанской городской думы сегодня также обсуждали важные социальные вопросы. Прежде всего, это изменения в бюджете. На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты рассмотрели более двух десятков вопросов. Наиболее социально значимым стало внесение изменений в горбюджет на текущий 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Прогнозируется, что доходная часть казны областного центра составит чуть более 8 миллиардов рублей, а дефицит составит около 420 миллионов рублей. Доходы и расходы бюджета города увеличиваются на 34 миллиона рублей за счет перепоступления доходов от реализации имущества, находящихся в муниципальной собственности. Расходы увеличатся на следующие суммы в следующем направлении. 7 миллионов при конструкции здания по улице Кашевина, Томанье, 3,5 миллиона за формирование аварийного запаса РМПЦС, 11,8 миллионов рублей на обеспечение мебельным мягким издалем, приобретение мебели с открытием новых групп в детских садах, а также приобретение мебели, оборудования, посуды, мягких инвентарях, обеспечение противопожарных мероприятий, открытие новых детских садов и приобретений. Также на заседании была утверждена программа приватизации муниципального имущества на 2014 год, принято решение о передаче помещения в аренду и внесены изменения в правила землепользования и застройки. Далее в программе репортаж из Горроща. Здесь жильцы одного из подъездов в доме по улице Гагарина, 71, корпус 1, жалуются на свою соседку. По их словам, в квартире она устроила настоящую мусорную свалку. Выслушала мнение жителей Оксаны Тебенихина. Война соседей – эта тема никогда себя не изживет. Но согласитесь, когда из-за одного недопропорядочного товарища страдает с десяток семей, и это уже перебор, жители дома номер 71, корпус 1 на улице Гагарина никак не могут найти управу на хрупкую старушку. В квартире женщина несколько месяцев назад прорвала так называемый стояк. Мало того, что она затопила три этажа, так еще и отремонтировать треклятую трубу к мунальщикам не позволяет. Из-за этого в семи квартирах до сих пор нет отопления. У нас сложилась такая ситуация, что у нас в 29-й квартире живет товарищ Шилова, Тамара, отчество мы ее не знаем. В общем, она не пускает никого в квартиру. Мы не можем отремонтировать стояк, который находится у нее в квартире. Он протекает, прожавел весь. Вот она никого не пускает. Из-за нее страдают наши семь квартир. 29 сентября мы не пользуемся отоплением в наших спальных комнатах. Мы обращались неоднократно, вот заявление писали в ЖИО, у нас все бумаги есть. Мы обращались к участковому нашему и другие инстанции. Но пока нам, как все говорят, что это частная собственность, мы ничего не имеем права делать. Из горя квартиры к соседям бегут всевозможные грызуны и паразиты. Женщина уже больше 20 лет таскает с близлежащих свалок пакеты с интересующими ее вещичками. Ее жилье от пола и до обвалившегося потолка забито мусором. И если раньше соседи развеселой старушки имели возможность связаться с ее дочерью и хоть как-то немного очистить нехорошую квартиру от помоев, то теперь связь с женщиной оборвалась. А без предписания суда в квартиру входить никто не имеет права. У нее не просто хлам, у нее настоящая помойка. Вот она дверь одну сделала шикарную, она ее закрывает. Вторая старая не закрывается, потому что что с пола и до потолка все забито. Но жить в неотапливаемом помещении – дело, мягко говоря, малоприятное. Да что уж там, опасное. Наша съемочная группа отправилась вместе с собственниками квартир к коммунальщикам, чтобы узнать, когда же людям ждать тепла. В 29-й квартире не предоставляется доступ. Ну дальше что? Юристам отослали предписание данной квартире, на которую ждут уже ответа. То есть по почте там доставляется, я не знаю, что процедуру. Чтобы официально вручили это предписание о предоставлении доступа в квартиру. После этого, как предоставится доступ, мы готовы выполнить те работы, которые улучшат теплоснабжение по данному строительству. Но это же не так, что? Понимаете, по закону нашего государства я не могу зайти в квартиру без разрешения хозяина. К сожалению, в моих квартирных домах люди иногда забывают, что они живут не одни в своем доме. И коммуникации дома зависят от каждого жителя. Это не частный дом. Но люди это забывают. Я с вашей стороны это понимаю, что все коммуникации проходят через данные квартиры. И если какая-то проблема в какой-то квартире, это ведет к тому, что нарушается проблема многих жителей. И все вроде по делу, и все понятно. Все, что могли сделать коммунальщики, они сделали. В каком же месте процесс застопорился? Когда ждать подвижек? Сколько еще людям придется затыкать окна, подушками и одеялами, чтобы хоть как-то сохранить дома тепло? На улице уже минус 15. Счета оплачиваются ежемесячно, а жители дома продолжают мерзнуть. И все из-за того, что одна маленькая старушка потерялась в пространстве и времени. И по идее-то ей необходима помощь специалистов. Как долго придется терпеть бабушки на выходке ее соседям? И вновь в ответ тишина. Накануне Всемирного дня матери в семейном центре «Солнышко» в теплой и радостной атмосфере дети и родители отметили этот праздник. В Рязанском семейном центре «Солнышко» отметили День матери. На праздник пришли десятки многодетных мамочек со своими малышами. Среди них есть и по-настоящему редкие в наше время женщины. Такие, как Татьяна Лебедева, мать шестерых детей. Ежегодно принимаем участие в этом мероприятии. Нам детям нравится, они развлекаются здесь, общаются уже постоянно, знаем друг друга. Новые приходят мамы. Семейный центр «Солнышко» уже 9 лет работает при Союзе многодетных матерей. В этом гостеприимном месте дети могут заниматься рукоделием, танцами, изучать английский язык, готовиться к школе. Организаторы не забывают уделить времени мамам. Мы подводим тоже традиционно уже итоги конкурса «Хозяюшка». Это конкурс для многодетных мам, где они показывают свои творческие возможности. Вышивка лентами, вязание, изготовление костюмов, выпечка тортов – это еще не полный список того, чем могут удивлять на газетные мамы. Дети в этом центре тоже раскрывают свои таланты. К празднику они подготовили театральную постановку и стихотворение. Я засну, она не спит. Я проснусь, она не спит. Пирожки с капустой жарит. Или с книжкой усидит. Или нянчится с сестренкой. Или песенки поет. Вот какая наша мама никогда не устает. Возвысить труд матери и укрепить статус семьи – эту важную миссию ставит превыше всего организатор Татьяна Кулаева. Тем более накануне такого важного праздника, как День матери. Вернуться к вот этому изначальному естественному труду и естественной жизни, где важна семья, мать, отец, дети – это счастье. И вместе преодолевать все трудности с праздником. Это был последний видеоматериал нашей сегодняшней программы. Далее в эфире программа «Подробности». Гостем студии стал председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. И речь пойдет о принятых сегодня на заседании решений депутатов. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин